Мой рабочий день начинался, как обычно. Я работала спокойно себе с клиентом и ничего не подозревала, как вдруг ко мне подошел администратор и тут началось. Мне в ультимативной форме сказали перестать работать в салоне красоты. В общем, девочки, мальчики, всем привет. Я на днях сняла новое место в салоне красоты и, конечно, когда я заезжала сюда, я предупредила о том, что я в целом делаю на пластику. И вчера у меня был первый день, у меня были все мои постоянные девочки. Мы просто красились, и сегодня у меня клиент на пластику. В общем, на пластику у меня не пахнет, сразу хочу сказать, пахнет оно только в момент выпрямления, да. Потому что там, конечно, запах вообще такой неприятный, может быть, но это если без маски ходить. В принципе, если в маске работать, вообще все нормально. И мы сейчас с клиенткой с моей в кабинете косметологии допрямляемся. Мне сказали, что я вроде как не предупредила про то, что я делаю на пластику. Конечно, я плейхмахером работаю седьмой год, конечно, я предупредила изначально. Потому что я знаю, что это может быть большая проблема типа в салоне красоты. Надо сегодня как-то день спокойно доработать, поговорить сейчас. Потому что я вообще очень не люблю конфликты, и это, ну, типа, видел не только мой клиент, это видел и другие клиенты. Когда я сюда пришла, ну, пришла вообще первый раз, я говорила с, я не знаю, кто из владелец, наверное. Она, получается, мне сказала, что, ну да, вот можно парикмахерское место снять. В цене меня вот вроде как устроила все, я договорилась. Я еще на старом месте дорабатывала. Сегодня вот произошла такая неприятная ситуация, что я была с другой клиенткой. Зашел в администратор, уточнил, чем это так сильно пахнет. Вот я говорю о том на пластику. В общем, последний этап, что пахнет она исключительно на последнем этапе. И на каком-то другом этапе она не пахнет. В общем, да, мне сразу же сказали, что я типа не предупредила об этом, о том, что я делаю на пластику. В целом, я работаю парикмахером седьмой год. И я точно знаю, что, ну, это может быть проблема, это может быть неуместно, потому что это детский салон. А может быть. Может, даже люди не знают, что такое на пластике. Вот это, кстати, я про это не подумала. Просто это такая процедура, да, она относительно новая. Поэтому, да, сейчас мы вот в кабинете косметологии находимся. Со вторым человеком вот работаю в кабинете косметологии. Хотя в целом я изначально арендовала парикмахерское кресло. Сейчас такое раскладывание в целом не осталось. Ну, вообще, знаете, даю испытываться при других клиентах, при моем клиенте, при других мастерах. Конечно, это очень некрасиво. Девочки, я в шоке до сих пор. В общем, как развивались события? Я сейчас вышла на улицу, чтобы вам это все рассказать. Потому что в салоне очень сильно все слышно. У меня сердце вообще стучит. В общем, дело я на пластику. Более того, это процедура на пластико-кератин, ботокс. Она очень сходная. Сначала моется голова клиенту. После носится состав, выдерживается час. И на моменте, когда я сушила, администратор выходил. И получается, она приходит с перерывом. Говорит, боже, что у нас горит. Очень громко весь салон полный клиентов. Я говорю, на пластике давайте откроем окошко. Когда я арендовала место, это первое, про что я спрашиваю. Потому что эту процедуру я делаю. У меня очень много клиентов, постоянных, которые ходят на эту процедуру. И, конечно, я об этом предупреждаю. Администратор подходит ко мне на расстоянии, наверное, двух метров. И громко спрашивает. А вы что, предупреждали? Я говорю, да. Я вот с другой девушкой говорила. Конечно, я предупреждала. Я типа сейчас разберусь. Она ушла в какую-то другую комнату. Выходит и говорит. Вы обманываете Брилле о том, что вы делаете такую процедуру. Зачем вы обманываете? Вот другая девушка-администратор. То есть та, которая говорила. Вот она на телефоне, возьмите трубку. Я беру трубку. И девушка говорит. Вы сейчас срочно должны прекратить делать эту процедуру. Я говорю в смысле. Я говорю. Я же вам говорила. Она говорит. Нет, вы мне не говорили. Девочки, это наглый обман. Я говорила. Более того, я работаю парикмахерам. Какой смысл мне брать? Потому что я еще место постоянное. Какой смысл мне обманывать? Чтобы что? Я, допустим, сняла место. Я заранее оплатила эти дни. На 10 дней вперед оплачат. Кто-то на 15 дней вперед. Я оплатила. Я позвонила. Я договорилась. И что? Я бы пришла с клиентом. Ко мне бы подошел, допустим, администратор спросил. Жанна, а что вы делаете? Я бы сказала на пластику. Она такая, нет на выход. Зачем мне эти проблемы? Зачем мне как-то саму себя подставлять? И говорить, что я этого не делаю, чтобы что? Чтобы тайно снять место в салоне красоты, а потом не идти туда на пластику? Ну, это бред абсолютно. Мне нет смысла позориться перед собой, перед клиентами. Я говорю по телефону. Соответственно, сидит мой клиент, которого я уже начала выпрямлять. Богу спасибо моей клиентке. И спасибо, что это постоянный клиент, который все понял и вошел в мое положение, потому что мне было очень неловко. Я, соответственно, говорю по телефону, говорила я по телефону минут пять. И там мне доказывалось, что якобы я не предупредила. Девочки, я вам клянусь, всем чем угодно, я предупредила. Для того я уже потом сообразила, что в целом в салоне есть камеры, и можно было бы по камерам послушать мой разговор с администратором. Можно было бы. Но я, честно говоря, не сообразила. Вообще, я очень неконфликтный человек, а когда происходят конфликтные ситуации, я на самом деле тушуюсь. Администратор говорит, ну зачем, зачем вы обманывали, вы же не предупреждали. Это при всех клиентах, весь салон смотрит на меня, понимаете. Я пытаюсь по телефону доказать, что я вам говорила. Откуда я тогда знаю о том, что вы мне сказали, а летом мы открываем окошко, чтобы проветривать. Ну, зачем, откуда я вообще могла знать. Может быть, у вас кондиционеры. В целом, когда вы приходите снимать куда-то, вряд ли бы у вас разговор дошел до такого момента, да, что кто, когда и в каких условиях открывает окошко. Второй администратор начал гнуть линию, что якобы я вообще не говорила. Такие процедуры в этом салоне не делаются. И срочно, пожалуйста, прекратите это делать. Я говорю, ну как, у меня же клиент. К счастью, этот второй администратор или это владелец, я так и не поняла. Вот тому администратору, который очень сильно возмущался, что-то сказала и предложила мне пройти в косметологический кабинет, в котором я в целом и доработала все это время. Так неловко перед девочкой, которая ко мне пришла. Мне было так неловко перед всеми клиентами салона. Да, это не мои клиенты. Это дурацкая ситуация, в которой меня выставили, ну, какой-то просто неадекватный. Потом второй администратор берет, открывает косметологический кабинет и вот так вот рукой показывает не направление, знаешь, типа, заходи сюда, вот. Но потом я уже зашла, она, в принципе, предложила принести мне тележку и вроде как она уже к тому моменту успокоилась, но вот этот момент какой-то агрессии или ярости я вообще на самом деле не поняла. Более того, всегда, где бы я ни снимала места, я снимаю по году, по полтора, то есть я очень хороший арендосъемщик, я постоянно работающий мастер. Я думаю, что еще причина в том, что за те пару дней, где я работала в этом салоне, клиенты с салоном стали мной интересоваться, смотреть на меня влюбленными глазами, потому что в целом те результаты, которые я показываю, они достаточно хороши. Плюс еще такой момент, да, что я со своими клиентами общаюсь, мы общаемся по разной процедуре и другие клиенты тоже слушали и спрашивали у своих мастеров про те процедуры. И следующий фактор, который также еще сыграл дополнительную роль, это то, что в целом за день я как мастер и зарабатываю столько же, сколько зарабатывает весь салон красоты с мастерами вместе. И потому что я видела по глазам администратора, когда я рассчитывала со своими клиентами, я видела, что она была очень удивлена, вот, что у меня такой высокий, скажем так, прайс на их взгляд. По тому количеству клиентов, которые были за этот день, я поняла, что в целом у них не особо, скажем так, прибыльно, видимо, это дела. Может, еще сыграла такой вот фактор какой-то личной неприязни. Я так понимаю, мне больше не приходить? Хорошо. Девочки со всеми, с моими парикмахерскими котомками меня попросили на выход из-за нанопластики. У меня, короче, тяжелевая сумка с инструментом. Я в полном никак не уложила, потому что в целом, когда я уходила, атмосфера была достаточно агрессивная. Даже парикмахерскую тележку, за которую в целом, да, я тоже арендую на день. И стол, на столе уже лежат инструменты других мастеров. Тележку, я то собрал один из мастеров с салоном. А если у меня на вечер окрашивание, неприятная ситуация, честно вам скажу, я даже не знаю, как правильно реагировать на это, потому что я вам клянусь, девочки, я вам говорила. Девочки и мальчики, я хотела подвести общий итог этой истории. Сначала, когда я пришла в этот салон, атмосфера была крайне недружественная, а мастера друг с другом не общаются. То есть я вот, допустим, новый человек, я там подошла и сказала, здравствуйте. Ну, то есть это было либо сухое здрасте, либо это было, ну, вообще просто человек не мог не ответить. Мне было, конечно, знаете, меня это как-то так зацепило, то есть такое впечатление, будто бы не салон красоты, да, как будто здесь все друг другу враги. И даже несмотря на то, что я арендую место в салоне красоты, это, мне кажется, вообще не повод со мной не общаться. Я делаю это субаренда, то есть ты берешь либо часть помещения, либо какое-то помещение отдельное, как у меня было на прошлом месте работы, да, я полтора или два года, я арендовала себе отдельный кабинет. И поскольку мой предыдущий салон закрылся, да, то мне нужно было искать какой-то салон по близости того салона. С клиентом было удобно туда ездить. И вообще, раньше, честно говоря, не ожидала. Более того, мне очень сильно обидно, потому что я вошла в положение хозяйки салона красоты. Я заранее, там, за несколько дней до того, как я вышла, я пришла, оплатила, потому что они боялись, что вдруг я там сейчас скажу, что я выхожу, а я не выхожу. То есть, ну, очевидно, для них эта сумма была, ну, как бы тоже значительная, да, я понимаю, тоже хозяек салона красоты, что им выгодно тоже, да, сдавать в аренду там какие-то парикмахерские места, потому что так оно просто стоит, и так оно пару тысяч гривен, да, там за пару недель оно может принести, почему бы не сдавать. Когда вы парикмахер, когда вы работаете на себя, можно вообще ждать чего угодно. Бывало такое даже, что мастера проплачили там на месяц, либо на полмесяца себе рабочие дни, работали пару дней, а потом хозяин говорил, что салон закрывается, он завтра возит оборудование, когда мастера спрашивали, а где же, когда верните деньги, а хозяин отвечал, ну, как бы денег нет. И понятно дело, что в этой сфере все без каких-либо договоров, это просто все на словах, все друг с другом договариваются, и слава богу, что здесь я не успела оплатить большое количество дней, но желания больше сработать у меня там нет. Многие меня принимают за какую-то совсем молоденькую девочку, совсем неопытную, на которой можно повысить голос, не знаю, у меня может быть какой-то такой внешний вид, располагающий к этому, да, либо думаешь, что я какая-то совсем юная, да, и можно на мне как-то попытаться вызвериться, либо что-то еще, но девочки, это абсолютно не так, я вообще в, как мастер, как блогер, я просто непотопляемая, я всегда буду стоять на своем, и то, что у меня сейчас высокий прайс, девочки, так я шла к этому многие годы, если вам интересно, вы можете посмотреть видео, я оставлю ссылку про мой парикмахерский путь, когда я пришла впервые в салон красоты на аренде, я зарабатывала, девочки, меньше всех мастеров, чуть ли не в эконом-сегменте, я очень мало зарабатывала, у меня не было клиентов, для того, чтобы сейчас у меня были клиенты, для того, чтобы сейчас у меня были знания, я гадаю почти все заработанные деньги, да, я вкладывала в обучение, в развитие, и я лично считаю, что я этого в полной мере заслуживаю. Сейчас ты сталкиваешь с жизнью в том, что очень многие люди из-за моего какого-то внешнего вида, да, безобидного сейчас, тем более у меня губ вообще нету, знаете, чуть ли не хочется накачать губы, чтобы к тебе по-другому как-то относились, в общем, считаю, что я как-то какая-то девочка простушка, на которую можно как-то наехать, которую можно как-то обмануть и так далее, что я не выгляжу, да, как скандальный человек, на работе я себя вообще всегда очень тихо, очень вежливо веду, никогда у меня не бывает никаких конфликтов открытых на работе, в работу я прихожу работать, не вести там какие-то светские беседы, не строить никакие никому козни на работу, я прихожу зарабатывать деньги, потому что, как вы уже знаете, да, у меня рассрочка за квартиру, у меня реально очень большой платеж, очень огромный просто, сейчас вот я пришла домой, я смыла макияж, хотела вам видео снять еще в макияже, но я поняла, что в целом я настолько расстроена, честно, у меня этой ситуации, она мне просто выбила из колеи, вот этот пресловутый женский коллектив, во всех салонах красоты, он отображается просто в полной мере, что в дешевых салонах красоты, что в более дорогих, и очень часто, знаете, вот типичный образ парикмахерской, это когда ты подходишь к парикмахерской, а тебя так снизу вверх окидывает взглядом, гулящие на лестнице мастера, и говорят, проходите, женщина. Очень сильно расстроена, потому что я абсолютно не заслуживаю такого отношения, более того, ни один человек арендуюсь хоть на несколько дней, хоть на неделю, хоть на месяц, на случай такого конфликта, да, я могу не заплатить, а поскольку денежки наперед уже были заплачены, то как бы уже можно, знаете, разгуляться, понятное дело, что мне было совершенно некомфортно дорабатывать в этом косметологическом кабинете, там не было никаких условий, там совершенно другой стул, там нет зеркала для клиента, да, потому что в целом мы делали на пластику, но если мы делали окрашивание, клиенту нужно видеть, что я делаю, нужно следить за моими действиями, отношения просто абсолютно неподобающие, более того, когда я устраивалась в салон про платные услуги, не было ни слова, но когда я пришла в первый день, мне сказали, что чай и кофе в этом салоне для моих только клиентов будет стоить 10 гривен, то есть для остальных клиентов это бесплатно и входит, но в целом я абсолютно не маленькую стоимость аренды, отвалила и для меня вот это вот жлобство в виде 10 гривен для клиентов, это на самом деле очень и очень странная история, если бы мой клиент захотел бы чай или кофе, я бы с него конечно же не взяла бы 10 гривен, я бы сама заплатила за своего клиента, но остальным клиентам в салоне красоты я видела, что приносили чай и кофе бесплатно, вы представляете. в общем вот такая вот поучительная история, девочки, я не знаю на самом деле как себя правильно обезопасили в этой ситуации, была бы такая ситуация, что я проплатила на 10 дней или на 15 или даже на целый месяц, а мне бы потом эта женщина сказала бы, ой нет, что вы придумаете, вы все врете, ничего вы не оплачивали, вон вещи, вон выход, до свидания, ну что это такое, это вообще абсолютно несправедливо, я крайне оскорблена, сильно расстроена, потому что мне было обидно за моих клиентов и к счастью девочки у меня все постоянные, которые ходят ко мне годами, но мне было вот как бы некомфортно, мне было неприятно, какой-то просто мастер згой. Напишите пожалуйста, что вы думаете про эту ситуацию, буду ждать ваших сообщений, всем пока.